смотрите какой ёжик тут гуляет мнение таково это фундук а мы знаем мы знаем что это за флаг хабсал у меня поражает железнодорожный вокзал очень красивый такой вот оранжерейного типа с кучей окон красивые скамеечки такие будто бы ардекошные да похоже но на самом деле нет не ардеку а на самой станции стоят довольно ржавенькие паровозики разные здесь еще красивый деревянный навес над платформой очень нравится мне под заброшено все какое-то такое немножко надо мне кажется реконструировать но выглядит хорошо и вот внизу то что вы видите вот в самом низу это не бетонные плиты это каменные плиты женя к нам бежит делать селфи на фоне надписи хабсалу а ну-ка блесите все вместе вон мы какие красавцы от станции от музея железных дорог отходит вот эта тропинка вдоль воды мы намереваемся пройти по ней соответственно совершаем променад вокруг решили идти всего города то есть и представляете себе финские города типа котки или даже хельсинки то вот хабсалу в меньшем размере чем-то очень похож господа представляю вам новое место для прибухнуть по моему она прям вот шикарная для этих дел ваше здоровье ну смотрите какая красота какие деревянные дома просто роскошь и везде деревянные окна деревянные двери а здесь сразу некий модернизм ну даже я бы сказал не о модернизм вот каждая деталька в этом городе просто поражает вот смотрите вот все вылизано все деревяшечки прям вот уважают это явно как-то называется джин делать можжевельник можжевельник высажен все аккуратненько красивенько прямо ну вот смотрите какая лепота смотрите какой там пост модерн случился прям изгибчики поперли во все щели какие шикарные изгибчики а все кто хотел узнать про эстонский капром но боялся спросить по моему здесь он представлен весь на одной точке мохнатый нам очень понравилась эта стена смотрите выложены деревяшками и по ней вьется в юн а само здание в таком духе неомодернизма нам открываются все новые и новые красоты за каждым поворотом просто шикарная вещь вот казалось бы маленький город а такая плотность интересности в нем вроде бы обычный дом но какие двери окна везде деревянные ручка замочек смотрите сколько внимания к личному дому насколько все ухоженно сделано внимание к деталям к мелочам вот если у нас бы была бы идея такая так скажем национальная дело такие дома красивая то вы жили бы мы по-другому в россии я имею ввиду но тут прям мега сложно смотреться на все эти дома они просто везде соба не прям большая при большая собака я конечно очень боюсь но это прям сверх красивая и молчаливая внутри самого города есть несколько озер наверно так это можно назвать с видом на центр вот так они выглядят тут рыбку ловит а вот видите здесь сразу же мы поворачиваем и там уже в общем залив идет уровень воды видимо когда-то был чуть ниже ну смотрите какая вода чистая прям хочется даже искупаться лично мне вот эту ароматную штучку добавляют во всякие соленья мои бабушки например в латвии этим занимаются а это гуси и они от нас убегают почему-то хотя не помню наоборот всегда атакуют смотрите какая прелесть дом полностью окутаны вот этими кучками цветов очень мне нравится но это просто потрясающе просто посмотрите как это выглядит шикарно вот эта часть она вся заросшая она в общем-то была такой в прошлый рассказа приезжал но здесь есть исторические здания таких еще начала двадцатого века всяких курортных объектов что ха по сало это курортный город перспективе вы видите курзал концертный зал место для отдыха медведь который стоит в бухте это не просто так это фигура 1923 года как мы поняли лебеди со своим детенышем пушистиком беседка прям стоящий на воде можно обойти посмотреть виды если дождь немножко открыться и внутри нее даже есть выставка фотографий старых на городском пляже с такой шикарной вышкой на нее еще заберемся есть милейшая кафешка будем пить какао сейчас и смотреть на птичек в этой кафе в общем и целом не знаю что такое капучино либо знают но не делают вот жене подали кофе который она уже выпила с таким бидончиком молока я бы сказал а нам какао она смотрите какого красивого мраморного оттенка он дима довольно сидит у своего сладкого какао и же они вроде тоже довольно довольны и я тоже довольно довольный специфического вида животное из дерева сделаны а это же крокодил это качели для людей с инвалидностью а это у нас что тут такое башня с которой можно наблюдать всех этих птичек вот всех этих птичек которые жрут например рыбку таким образом вон там же не поднимается 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 виды отсюда открываются неплохие на заросшую бухточку вокруг хапсала но можно было бы и повыше забраться а мы знаем мы знаем что это за флаг одно удовольствие погулять по таким улочкам с деревянными домами чтоб церковь была обязательно впереди она сейчас появится красивая лютеранская церква романтика черт побери смотрите какие двери барокко шикарная барокко это желуди это не желуди экспертное мнение таково это фундук замок хапсала очень большой прям огромный сейчас пойдем на его территорию с башнями с толщинами стенами как тебе дима замочек большой неплохой кида шикарнейший замок с целой базиликой по моему очень монументально в этой штуке вот такой вот сиська видны огромный зал где наверное хорошее эхо в эстонии много сохранившихся замков вот здесь например был я как-то в паэде там тоже шикарнейший замок да и много где еще курсари чего только стоит в латвии с этим сложнее но есть и хорошие примеры типа бауски правда там он отреставрирован сильно посмотрите какое душевное кафе мы в нем сейчас посидим все в хмеле это наверное хмель же да в юн можно так называть наверное будем кушать тут пиццу смотрите ребята ёжик нам выполз просто тут ползает у нас под ногами в кафе ёжик это ж надо такое смотрите какой ёжик тут гуляет вообще просто в кафе гуляет ёжик вообще впервые такое вижу вот он прямо рядом с нами смотрите вот мы сидим а вот ёжик прикольно же да ох какой кроль зайчик ну мне ха по салу прям вот теперь стало жутко нравится мне и раньше тут нравилось но тут вот сейчас все сделали и выглядит он очень круто одно удовольствие по такой улочке пройтись вот здесь даже уже велодорожка правильнее пошла в стране от пешеходов смотрите вот хотели бы здесь кофе выпить я бы да вот все хотели бы какой насыщенный изумрудный цвет красивый и украинские флаги безумно красивые кстати ну и как любитель всякого советского архитектурки должен признать что это здание весьма впечатляющее с часами такая вот башня и это жилой дом вот вам еще изгибиционизма эстонского по моему эффектно